Еще один шаг в импортозамещении был сделан с открытием центра селекции и семеноводства в Орловском муниципальном округе. Здесь занимаются селекцией новых высокопродуктивных сортов сои и азимы пшеницы, превращают обычный урожай в элитные семена. Открытие завода «Битагаран Семена» стало самым главным событием аграрной недели 2022 года. Строительство же предприятия началось в 2019 году. В проект инвестировали около 1 миллиарда рублей. Предприятие входит в состав одного из лидеров страны по производству средств защиты растений – Щелково Аграхим. Это, по сути, основа, без чего невозможно говорить о продовольственной безопасности, о импортозамещении и импортовытеснении. С момента открытия завода прошел год. О первых результатах директор холдинга Салис Каракотов рассказывал делегатам из нескольких регионов страны, демонстрируя опытные посевы центра селекции и семеноводства в рамках стартовавшего дня поля. Экспортные возможности российских семян колоссальны, говорит российский ученый в области защиты и биотехнологии растений, академик, доктор химических наук. Люди видят, что в Орловской области можно ощущать урожаи, которые еще 10 лет назад были невозможны. В Орловской области планируют открыть еще один семенной завод. И его строительство ведется в Шабылкинском районе. Он больше и производительнее, чем это предприятие. Можно только радоваться тому, что здесь есть поддержка, есть замечательное отношение руководства региона и понимание того, что мы здесь делаем. Естественно, что мы продолжаем уже в широком масштабе селекционную деятельность. Продовольственная безопасность России в наших руках. Для этого семеноводство, то есть то, из чего все получается, должно быть свое. И эту цель на сегодняшний день именно предприятие «Битогранд Семена», это акционерное общество «Щелково-Грахим», оно и выполняет. В Крымском районе компания «Мираторг» развивает собственный семеноводческий центр. Три года назад «Агрохолдинг» запустил производство семян для воссоздания системы селекции и семеноводства кормовых трав в России. Аналогов этому проекту в нашей стране нет. Есть и другие примеры инвестирования в область семеноводства. Порядка 20-25 миллиардов рублей инвестиций ежегодно в агропромышленный комплекс Орловской области вкладывается. Помимо крупных хозяйств, над семеноводством работают фермеры. Например, Владимир Стебаков. Он выводит новые сорта картофеля, устойчивые к болезням и вредителям, и капризам природы. Покупатель стал капризный человек, поэтому стараемся уводить каждому. И краснокожурных, наверное, больше 50% уже стали высаживать, так и белокожурные сорта. Оценить достижения науки агробизнеса можно будет 1 июля на опытных полях, демонстрационных делянках в Орловском муниципальном округе, на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупинных культур в поселке Стрелецкий. В рамках Дня Русского поля свои экспозиции представят более 100 поставщиков сельхозтехники, минеральных удобрений, средств защиты растений, научных организаций всей страны. Наталья Пехтерева, Илья Афоничкин, телеканал Первый областной.